Славу самого загруженного перекрестка, пересечение Калинина и Тенистая вот-вот потеряет. Все благодаря реконструкции, которую год назад здесь начал владелец торгового центра. И городским депутатам. Они выявили ряд шероховатостей в первоначальном проекте и предложили свой вариант. Заказчик возражать не стал. Проект переделали и уже воплотили в жизнь. Сколько потратили – коммерческая тайна. Важно другое – городской бюджет не вложил ни рубля. Это деньги частные, деньги инвестора, поэтому сумму я бы не хотел сегодня оглашать. Сказал бы, наверное, следующее, что по скромным подсчетам мы потратили денег в два раза больше, чем предполагали. После реконструкции Калинина в районе перекрестка стала шире на 4 метра, Тенистая – на 3. Схема движения поменялась и стала одной из самых сложных в городе. С Калинина на Тенистую налево повернуть теперь можно сразу с двух полос. На обеих улицах появились и дополнительные правоповоротные полосы, а также участок для разгона после выезда с территории будущего торгового центра. Новой схемой депутаты остались довольны. Мы видим, что уже автолюбители наши довольно так смело поворачивают из двух полос – и с левой, и с правой. И, в общем-то, какого-то затора, во всяком случае, пока мы здесь не наблюдаем. Поэтому я считаю, что то, что задумали, все получилось. Ну, а оценку пускай наши, конечно, горожане дают. Оценить крестообразный вариант перекрестка благовещенцы смогут не раньше февраля. Все из-за того, что сроки открытия торгового центра перенесли, а увеличение пропускной способности пересечения уже отметили. Пусть оно пока и в Т-образном виде. Ну, минут по 20, бывало, стояло 30. У нас нету пробок в городе. Это не пробки. Пробки в Москве. У нас это так. Сейчас вообще все просто. С новой развязкой вообще все хорошо. Я считаю, удобнее стало. Да, шире, дорога стала шире и лучше стало ездить. Меньше, меньше. Возникает пробок. Ольга Савина, Денис Лугов, программа «Город».